Какая атмосфера сейчас царит в команде и как будет вестись работа с болельщиками, на эти и другие вопросы ответит главный тренер хоккейного клуба «Рубин» Алексей Акифьев. Алексей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, на прошедшей пресс-конференции, так как мы уже сказали, была озвучена, по крайней мере, задача оказаться в пятерке на регулярном чемпионате, вот так по-честному, это реально вообще? Задача, в принципе, реальная. Просто единственное, могу объяснить, что какие могут быть сложности. Игорь Евгеньевич говорил на пресс-конференции, что в те годы, когда у нас собиралась та команда, у нас был костяк, и вокруг них мы точно добавляли игроков и шли к поставленной цели. В этом году у нас, можно сказать, что команда обновилась, мы собрали опытных взрослых игроков, которые могут эту задачу выполнять, но они приехали из разных клубов. Кто-то уже поиграл у нас, они знают, но кто-то приехал только в первые разы. И наша задача сейчас создать этот коллектив, создать этот костяк, который бы мог дальше в будущем добиваться уже более высоких результатов. Поэтому я думаю, что мы будем к этому стремиться, и я думаю, что мы постараемся создать тот коллектив, который бы смог выполнить эту задачу. Ну, выполнение задачи, конечно же, напрямую зависит от состава и от тренерской работы. Как вы уже сказали, коллектив наполовину обновился. Какой процент местных игроков сейчас в команде? Ну, местные ребята те остались, которые нам нужны были в этом году, и молодые ребята, которые поколение подрастающее. Многие там с молодежки, два-три игрока, которые играли. Был один игрок у нас в Башкирии играл, он вернулся к нам тоже местный. То есть стараемся молодых талантливых игроков привлекать к нашей команде для того, чтобы было будущее у команды. И наши игроки именно в будущем уже составляли костяк нашей команды. Вот игры в этом составе, они уже состоялись. Как вы можете оценить вообще подготовку их? Ну, подготовка прошла по плану. То, что мы хотели, мы в тренировочном процессе мы все это сделали. Хотелось бы, конечно, немножко было выступить лучше на турнирах. То, что мы проиграли, грубо говоря, две финальных игры. Или если бы мы выиграли, мы бы занимали первые места, но мы их проиграли. Но я думаю, что, наверное, это может быть уроком для наших ребят, для нашей команды. И какие-то минусы мы увидели, над которыми надо будет работать. И это хорошо, что это произошло сейчас. Ну, а так, в принципе, команда готовая. У нас через три дня мы выезжаем на выезд, открытие чемпионата. Примерно на 80% в общем-то все готово, все подошло. Но игры, сами знаете, они могут внести свои какие-то коррективы. И поэтому начнется сезон, какие-то будут, может, изменения и так далее. И будем дальше двигаться уже. Вы сказали уже, что из разных клубов пришли ребята. Я уверен, что они в каждом клубе, в своем клубе, они каждый были лидером. И тут, по сути, получается такая ситуация, что есть некая команда, в которой каждый лидер. Когда каждый лидер, тут о какой-то сплоченности, наверное, о какой-то командной работе сложно говорить. Вот как этой сплоченности достичь нам? Ну, это внутри коллектива создается. И каждый человек, когда приходит в команду, каждый игрок, да, мы примерно понимаем, на какую роль мы его хотим взять. Да, где-то получается, где-то не получается. Но стараемся не просто набрать группу игроков и потом лепить, а именно каждую позицию выбираем по тому, на что он способен, на какой позиции он будет играть и что мы от него будем требовать. Поэтому это есть генеральный менеджер, есть директор клуба, есть главный тренер. Когда мы выбираем этих игроков и хотим пригласить, это все обсуждается, каждого человека мы смотрим, какая статистика, на какой позиции. И все в совокупности потом приносится. Там есть, например, 2-3 человека на одну позицию, но мы выбираем того, кого мы считаем нужным. Просто это не спонтанно, а именно продуманная работа. В новом сезоне как будет вестись работа с болельщиками и знакомство с командой? Уже состоялось? Да, было знакомство с командой. Многие болельщики встречались перед как раз началом чемпионата, познакомились, поговорили, задали какие-то вопросы, были какие-то призы. Ну, я думаю, что это вопрос пресс-атташе. Я думаю, что в этом году в любом случае, наверное, будем какие-то делать пресс-конференции с игроками, постараемся это сделать, если это будет интересно. Плюс какие-то автограф-сессии сделаем, чтобы, опять же, ребята были ближе и знакомились с нашими болельщиками. Мы будем только рады, что если наши болельщики будут поддерживать нас в этом плане и будут идти навстречу. Ну, 11 сентября Рубин начнет выступление в регулярном чемпионате ВХЛ. Первая игра пройдет в Черябинске. Мы вам, конечно же, желаем удачи. И напоследок хотим вот что спросить. Мы знаем, что спортсменство и верные очень люди. Что за история с тем, что, оказывается, женщинам нельзя входить в раздевалку и нельзя ездить в одном автобусе со спортсменами? Ну, когда мы едем на игру, да, такое бывает и такое, в принципе, везде существует. Это не мы придумали, это во всех командах. Просто, что, ну, знаете, наверное, скорее всего, на удачу. И какие-то есть суеверия у каждого человека, у каждого спортсмена. Кто-то там, например, левый конек одевает, кто-то первый правый конек одевает, кто-то может перекреститься до... Кто-то на клюшке напишет, например, там, гол плюс пас или какое-то имя. Это есть, это существует. Ну, это чисто психология. Поэтому в раздевалку это то же самое, что в день игры, ну, женщинам, да, нельзя заходить. Но все равно есть работники дворца спорта, которые же должны готовить раздевалку к приходу команды и так далее. Это, я думаю, что это не настолько сказывает на результате. Поэтому есть какие-то вещи, которые были до нас созданы, и мы их просто поддерживаем как традиции. Вот и все. Ну, все, держим за вас кулачки давайте. Спасибо, главное. Приезжайте с победами. Спасибо, до свидания. До свидания. Напомним о работе хоккейного клуба «Рубин» в новом сезоне. Мы говорили с его главным тренером Алексеем Акифьевым.